Все слова уже сказаны, все решения приняты, остается только сделать драфт и сыграть последнюю, последнюю игру этого Эль Классика, а это уже точно последняя. Нави! Нави! Да, это, конечно, что-то с чем-то, просто фантастические игры, мне кажется, и от Alliance я давно такой игры не видел, и от Na'Vi, в общем-то, тоже, ну, больше, конечно, всего запомнился первый сет, там было что-то совершенно нереальное. Безусловно, третьи и четвертые смотрелись, наверное, похуже, потому что они их проиграли, но тем не менее. И сейчас очень интересная тема от Na'Vi, Пупею понравилась идея с Second Peak, и он имел право выбора, он выбрал Second Peak, S4 ответил, что будут играть они за тьму. Ну, Ликан, Эмбер Спирит, они, по-моему, из бана практически не выходят, за исключением первой игры. Эмбер Спирит так вообще, все игры абсолютно в бане сидит. Дум и Никс Ассасин, и First Peak команды Alliance. Кстати говоря, по-моему, они с паком сегодня не проигрывали, то есть два раза они его взяли и два раза потащили. Ну, тут у нас вообще разворачивается дотка такая, что... Ну, Думбрингера, кстати, первое поражение было. Ну, опять же, да, засчитать Думбрингеру поражение было бы, наверное, не очень правильно, потому что Тфаник там был настолько... Настолько жесткий, что даже Alliance подумали-подумали, и ну его, короче, этого Дума в баню. Просто вычеркивают его сразу, иначе мозги выносят ого-го. Я бы очень хотел сейчас пересмотреть момент на Рошане, потому что так все быстро происходило, времени не было. Но, судя по всему, судя по тому, что пишет в Твиттере Alliance, там был трипл Линкин заюзан на лоду. Его в конце еще заюзали крест, и он чудом ушел на последних тиках креста. Да, он прыгнул, прыгнул в лес, отпрыгнул, и там, ну, типа, выбраться он сам не мог, и его никак достать не могли. Его не было видно, что самое главное, и у него включился реген Х2 Тараска, и это, конечно, очень-очень сильно порешало. Это просто ад, потому что там просто все было потрачено. Невероятно жирный Думбрингер умер, выбили сыр, ну, сыр прям моментально был заюзан, потому что очень много дэмэджа, там был Дагон, была арба проюзана в хвоста, он потерял пол хп, и вот, опять же, да, был бы сатаник, был бы сатаник, хвост бы отпился моментально, ему бы не пришлось этот сыр прожимать. Линкин, ну, против чего? Против инстахикса? Ну, да, это круто, но вот в той ситуации был бы сатаник, а не Линкин, все бы могло быть по-другому. В итоге, действительно, все получилось так, что решили все именно использование скиллов, именно позиция. В общем-то, сыр, это была оплата за то, что Нави забирали Рошана, потому что пострадал очень сильный гирокоптер, поражав сыр, он нивелировал свое отставание, при этом еще забрал Аегис, но слишком плохая была позиция, слишком много нанес урона Лодда, ну, конечно, там в конце просто он уже как терминатор атаковал с бешеной скоростью, с бешеной атакой, и с каждой атакой еще продолжал ускоряться, это смотрелось очень жестко. Такие сларки, конечно, ну, просто не прощают. Очень долго думают над своим вторым пиком Alliance, вот у них своровали пака Нави, более того, Нави забрали визажа, и это Бэтрайдер. Ну, Нави решили поиграть в агрессивную доту по ходу Х2, просто, чтобы прям вообще будут давить с первых минут. Ну, конечно, еще на 100% нельзя быть в этом уверенными, но два героя крайне агрессивные. Дазл плюс Бэтрайдер, Дазл тоже достаточно агрессивный герой, как и Бэтрайдер, ну, плюс у них они более такие сейвовые, да, Дазл можно и похилиться, и Грейв повесить в меру агрессивный. Вопрос, когда Кура получит шестой левел, и, в общем-то, с шестого левела действительно визаж раскрывает свой потенциал полностью, все, конечно, будет зависеть от того, каких трех героев еще себе доберут Нави, будет у нас безудержная агрессия, или будут они играть чуть поаккуратнее. Ну, пока что агрессивная дота смотрится получше, потому что Alliance сыграли дважды в агрессивную доту, и, нет, единожды они сыграли в агрессивную доту, победили, один раз им удалось потащиться спектрой, но там тоже сказать, что они прямо сидели, отсиживались, ничего не делали, нельзя. Тоже спектра активничала по максимуму, а Нави первые две игры выиграли очень жестким давлением и агрессией. Агрессия в доте сейчас решает очень-очень сильно, и вот единственный раз, когда супер пассивный пик был у Альянсов, они проиграли просто за 17 минут, не смогли сделать абсолютно ничего. Ну и сейчас мы будем смотреть, что же выберут на решающую карту. Лайфстилер бан, инвокер бан. Не будет инвокера теперь. Мне интересно, чем ответят Паку. На миде. Все-таки это будет Бэтрайдер, или Бэтрайдер оставит Бульдогу? Ну, ИСФО хоть и профейлил немного, но лично мне показалось, что на Бэтрайдере он смотрелся лучше, чем Бульдог. Хотя Бульдогу выпала честь играть на Бэтрайдере в той самой игре, где у Альянсов шансов-то было весьма мало. Может быть из-за этого такое впечатление. Третий пик Нави. Масса времени, да и в принципе у Альянсов тоже масса времени. Казалось, они так долго думали, но на самом деле не так уж много времени потратили. Да, напомню, что победитель проходит в финал, а второй полуфинал будет сыгран у нас 30-го числа в 22.15. В Москве начнется эта встреча. И Эмпайр будет играть против Клауд Найн. Ну и, конечно, Эмпайр имеет все шансы. На мой взгляд, не хотелось бы принижать достоинства Клауд Найн, но играть им придется на этот раз на Европе. А на Европе с Эмперией они ничего поделать, в общем-то, не смогли, сколько я не смотрел. Но не будем забегать далеко вперед, сбрасывать их со счетов Кентавр в пике от Нави. Ну, такой, знаешь, не самый, так скажем, неожиданный выбор от Натус Винсера, учитывая, что там все то, чем до этого они играли, и сами забанили, и часть забанили Альянсы. Отвечают Луной их оппоненты. И тут... Ну, Визаж, Пак, Кентавр в комбинации пока. Каких-то таких жестких комбинаций вроде нет, но если цепляет Пак больше одного юнита в Дрим Койл, Кентавр под ультой забегает туда и вписывает, будь здоров, дэмэджа. Да, действительно, Кентавр пока что неплохо выглядит от Нави, но, в свою очередь, Альянс забирает Луну. Это очень-очень сильный кэрри. И... Посмотрим. Ну, в отличие от Геррокоптера, у нее есть, конечно, такая черта иметь еще и очень хороший потенциал на линии за счет своей пассивочки. Ну, согласись, схожая с чем-то ситуация, что у Нави был Геррокоптер, что в этой игре Луна все-таки ее будут стараться фокусить очень быстро. С другой стороны, здесь есть дазл. И Нави в какой-то степени этого дазла не хватило. Представь, если бы на Геррокоптера в решающий момент повешен был крест на 5 секунд. Ух! Да, да, там бы... Не, вообще, у Геррокоптера, я говорю, если тот момент... Ох, ты ж, тебе Нави. Я не ожидал этого от Нави, честно скажу. Спектра. Как в старые добрые. Ну, решили они... Ох, а тут пуш пошел. Здесь пуш пошел. Я вот хотел про Луну сказать еще пару слов. То, что вот обычно Луна не очень входит тогда, когда у противника есть много всяких суммонов. Эклипс, потому что это неотъемлемая часть Луны, и до 20-й минуты она только за счет Эклипса и своих бимов вносит дэмэдж. Остальное там совсем мало. А вот, когда у противника нет ничего, а тут нет ничего, по сути, Эклипс будет полностью входить во всех героев, то вот тут уже Луна становится в разы опаснее. Еще и Спектру сейчас Нави забирает. Ну, ответ, конечно, очень интересный. Честно говоря, очень-очень небоязно сейчас за Нави. Отличный бан Тэмпларки против Пака, чтобы Пак мог быть достаточно сильным. Бан Энигмы, в свою очередь, чтобы не могли быстро фармить лес. Но есть еще Энчантра с Нави, в принципе, могут ее забрать. Возможно, так и сделают. Но это же Чен Атаки. И Чен Атаки, это, конечно, очень грозная сила. Более того, Луна, Чен и, в общем-то, Даззл, они очень быстро будут ломать вышку. У Нави нечем ломать вышку быстро. У них Спектра. И Спектра... Спектра, это Спектра. Давненько не было ее видно от Нави. Во всяком случае, во встречах с Alliance. То есть, может быть, где-то они ее и пикали. Честно сказать, не помню, где последний раз. Но для меня Спектра всегда... Навсегда отложилась в памяти. Со времен еще и СВЦ, когда... Там просто Ехома отдавали Спектру. И это было очень круто. И посмотри, какого суппорта забыли. Забыли Альянс. Да, это Operation, который Контрит Чена очень-очень серьезный. И Контрит Даззла. Все-таки Альянсы будут гораздо активнее в пуше. Небольшая пауза и решающая карта на ваших экранах. Возвращаемся к игре. Ну и сейчас мы будем наблюдать, как будет реализовывать своего Чена Альянса. Это... Дайр. Это не Radiant. И здесь Ченом... Ну не сказать, что прям сложнее фармить, но на мой взгляд, несколько менее удобно. Сейчас наверняка попробуют в своем лесу поставить в Орды. Хотя что мы видим? Альянсы разбивают смоук и идут во вражеский лес. Неужели никого не будут они встречать вначале? Интересный рог у Фаника на спине Кентавра. Прилеплен. Да, но это, знаешь, по-моему, визитная карточка уже этой игры. Альянс бегут куда-то в смоках. Нави умирают. Но здесь на этот раз Дэнди выходит вперед. И Дэнди-то зацепить будет. Ой, Дэнди-то зацепить будет. Ой, Дэнди-то, ну не-е-е-ет. Только не это. Какую же грязь сейчас делают Альянс? Как же это может... Ну могут, могут прочекать. Могут сейчас прочекать. Даня упустил. Я, говорит, вас, жучар, знаю. Пропалили Рошана. Это не очень смущает. Кентавра нет. Неужели отдадут Рошана? Ну, Рошана наполовину только битый. И можно здесь подраться вполне. Бэтрайдер уходит с Рошана. Пошел чиннинг-тач. Хвост. Набегают. Очень здорово. Замедление пошло. Лода. Ой, а Лоду-то, Лоду-то отрезали. Бежит он за Рошана. Рошан агрится на Дэнди. Лода минус. Это ФБ. Навин оказывает за такую очень наглую игру. Пошла Арба. Аки тут тоже должен умирать. Дэнди получает по голове. Отхюривается с платочки немного, но живет. Кентавр станет двоих. Сфора надо забирать. Минус Сфор. Аки уходит буквально на 80 хп. Альянсы разворачиваются, но сделать уже ничего не смогут. Это жесткий, жесткий провал. Сейчас так много золота виртуально потеряли Альянс. Они закупились на этого Рошана. Они много действительно потратили. Была вот куплена... Ну, хотя, в принципе, у Луны базилка это не так критично. Но два фрага это то, что нужно Нави. И начало, конечно, очень и очень сильно ослаблено. Ну, посмотрим теперь. Теперь все карты в руки. Это просто первая игра, которая начинается у нас с преимущества Альянс. Пак увешивает Челлингтач, чтобы он лучше себя чувствовал. Но у него уже практически готов боттл. И шикарный просто Дэнайт Пак с атакой миллион. Здесь Кентавр на хосте. Нарезает Эджема. Ну, нет, тяжело. Все-таки там... Чен. А почему? Пульдог, интересно, не отведет своего мишку похилиться. Он почему-то оставляет его за тавером. Достаточно интересное решение. Дэнди сейчас под шестью стаками масел. Развернулся. У него нет маны вообще. Я не знаю, кстати, почему С4... С4 иногда играет чересчур, как по мне. Сейва, во-первых, нет стиков. Во-вторых, нет маны на арбу. Шифт первого левела. Чего ты боишься? Зайди ты сюда и выгони к чертовой бабушке вообще этого пака. Чтоб он просто в ужасе стоял под тавером и ждал своего ботла. Но С4 невероятно сейва сейчас играет. И это дает возможность Дэнди как минимум получать экспы. Даже пытаться ластхитить. Да, ну и шикарный буст по голде получили в начале нави. Посмотрим, что смогут противопоставить им альянса с таким неудачным началом. Мы видим, что Бульдог что-то странное делает. Напал на эншентов. Сейчас потеряет медведя. Нет, перепризывает медведя. Начинает фармить потихонечку эншентов. У Бэтрайдеров ситуация, в принципе, на миде не такая уж плохая. У Луны тоже. Но, безусловно, если бы забрали Рошана, получили солидный буст по экспе, по золоту. И нави бы очень тяжело пришлось отбиваться. Но здесь... Нави вообще бы, мне кажется, там шансов не было. Потому что их пик на начальной стадии не особо силен. А учитывая, что у Альянс пуш потенциал очень высокий. Чен плюс Луна. Плюс еще и Медведь тот же самый, да, который устанется неплохо. Ну, попадало бы очень много ТВ-ров ранних. Потом бы опять был бы убит Рошан на 10-й минуте. И максимум эта игра длилась бы 20 минут до появления третьего Рошана на 20-й с Иром и Аегисом. И это был бы ГГ. Тут игроки такого уровня, как Альянс, они бы точно не отдали. Ну, тем не менее, сильный пуш потенциал, он никуда не исчез. И, в принципе, Альянс-то не так уж жестко закупились под этого Рошана. Я там посмотрел. В общем-то, не было такого, что какой-то герой там купил вообще абсурдные артефакты, чтобы забрать этого Рошана. Все, в общем-то, было достаточно неплохо у Альянсов. В рамках разумного. Так, а тут, тем временем, в миде Арбоа. Прыгнет ли Дэнди? Ааа, Дэня! Ай-яй-яй, отхиливается. Ну, здесь его уже никак не отпустит. Хил. Шифт. Шифт есть. Не знаю, это Арбо. Уходит, уходит Дэнди, кажется. Да, ушел. Фантастика просто. Как он сейчас агрессивно сыграл. Он забрал ИСФО. При этом ушел сам. ИСФО не хватило времени сделать единственную тычку. Это просто замечательно. ИСФО в очередной раз страдает на миде. У него просто нет денег. В то время как у Дэнди достаточно неплохое уже количество. Он сейчас закупится. И Бэтрайдеру все тяжелее будет играть. А ведь Бэтрайдер это один из ключевых героев и инициаторов. Да, большие проблемы у игроков команды. Альянс, на мой взгляд, вот из-за этого мида. Да, и плюс еще стакать в лесу никто не будет. Для Бэтрайдера как минимум поначалу. Потому что там Чену этот лес нужен. И вот получается, что ИСФО немного проседает. Но самое интересное... А, нет, все нормально. У Дэнди уже скоро будет Дрим Койл. И можно будет ИСФО брать еще раз. Да, действительно. Он очень сильно опережает по ИКСП. Ну, конечно, насколько наглыми и жадными были Альянсы. Они видели, что их спалили. И они все равно продолжали драться с этим Рошаном. Не хотели отступать. Хотя у них был момент, если бы они сразу отступили. Когда они отступили бы без потери. После первой Орбы сразу надо было уходить. Они дождались второй Орбы. Они дождались, пока все игроки Нави туда придут. А ведь там был только один Дэнди изначально. И как бы учитывая, что у них Лондруид не совсем боец в начале игры. С маслами Бэтрайдер. Ну, да, нормальный такой дядька. Луна, я так понимаю, была с пассивкой. Тоже как бы не супер боец. Ну, хотя пассивка всем это норм. Чен без крипа. Пассивка это лучше, чем даже Станчик. Но в любом случае, они очень в неудачной позиции находились. Смотрим. Дэнди нападает. Ну, нет, у Дрем Койла еще. У него регент в бутылке, у него есть стики. Поэтому он может спокойно развлекать СФО. И если у СФО будут неполные ХП, его будет проще убить. Да, Дэнди сейчас вообще может отплатить за все. За все вообще унижения. Ой-ой-ой. Ну, Курьера тут никак Дэнди не убьет. Или? Нет. Ой-ой-ой, Таня. Ну, он совсем уже наглеет. Ну, здесь опарейшн рядышком. Очень нагло. У него есть 13 стиков в баночку. Хорошо задоджил. Чен выходит. Ой-ой-ой. Проблемы здесь. Ну, нет. Регент будет использован. И, в общем-то, все в порядке. Разворачиваются сейчас. Видим большие проблемы. Подчинили тачем. Тычки очень больючие. Арба это минус. Шикарная игра от Дэнди. Как он сейчас все прочувствовал на развороте. Просто со всеми сплами убили в очередной раз Бэтрайдера. Ну, здесь, безусловно, ошибка от СФО. Там, законтролился. Вообще потерялся капитан команды Alliance. Он вместо... Вместо того, чтобы играть за Бэтрайдера, он решил поиграть вот за этого интересного героя. Змейку Курьера. Но это не принесло ему успеха. Курьера Змейку. Вот я как-то играл. Пытался через него бота лабузить. На него невозможно навести. Такая противная кура. Ужас какой-то. Ну, Дэнди особо с этим проблем, как мы видели, не было. И, тем не менее, он там в какой-то момент рисковал. Фейзы покупает хвост. У него есть колечко на реген. Судя по всему, будет играть через Вангвард. Почему бы и нет? У Дэнди проблемы. С ФОРа уже... У него уже просто... У него уже все горит. О-о-о-о! Да, ошибается. Ошибается. Прилетел хвост. Наказывает за эти ошибки. Делает килл. Да, просто из ФО. Ну, такая дурацкая ошибка. Он в любом случае там умирал бы, потому что хвост прилетел. И все равно бы его добил. Но был шанс хотя бы разобраться с Дэнди. В результате он схватил крефа. Кто-то фубил бы, там Firefly бы сжег, потому что стаков масел было слишком много, а он не попадает. Но бывает, бывает такое даже с игроками подобного уровня. Кстати, я разводил аналитику, да, там про Рошана, что там есть у Альянс, что там нет у Альянс. Единственное, что нужно было сказать, это наличие оперейшн. Ой-ой-ой, большие проблемы у Бульдога. Да, и Бульдог здесь отъезжает очень-очень быстро. Более того, на Куроку не переагривается вышка. Еще могут зацепить Бэтрайдера. У Бэтрайдера проблемы. Он мансует под тавером. Сюда же летит Даззл. Попытаются сейчас забрать. Нет, Куроку слишком далеко улетает. Еще насовывает. Большие проблемы у Бэтрайдера. Он может умереть? Дэнди идет дальше. Нет, слишком много ХП. И у Дэнди абсолютно нету мана. Но есть 5 стиков. У Бэтрайдера за ним совершенно не вариант лететь. Тем временем Даззла зацепили на верхней линии. Убивают 7-0. Альянс просто проваливает эту игру. Что делать Пупей? Пупей вообще везде. Вездесущий Пупей. Да, он действительно. Он только что вешал челингтач. С одной стороны сбили сейчас ТП Даззлу, судя по всему. Потому что Аки летел вроде бы вниз и должен был влетать. Но почему-то не оказался. Скорее всего, об этом позаботился Кентавр. Ой, не Аки, конечно же, ЭДЖМ. Аки играет на Чене. Я, по-моему, уже не в первый раз так оговариваюсь. Но вот как-то я... Чен и Аки, Аки и Чен. Я скорее привык к тому, что очень-очень много он играет на Даззле. Хотя, естественно, Чен это гораздо больше его герой. Смотрим, Фамиляра облетают. И опять у Бульдога могут быть проблемы. Тут просто изнасилование команды. Элайнс какой-то мы смотрим. В пятой игре. Фамиляр... Нет, ну, Медведь с фейзами. Он очень-очень быстро. 2000 у Дэнди тем временем. Решил в этот раз не покупать все Пауэр Триды. Выйти в фаст Даггер. Что позволит ему уже нападать не только на всяких Бэтрайдеров в миде. Но и на топе там Даззлы. Луна. Прям такие луна еще и с Медасом. Это вообще практически фрифраг. Кентавр получил у нас шестой. Пятый с половиной. Хаста сейвит для Дэнди. Может быть, сам, кстати, возьмет. Чтобы загангать. Ему лучше сейчас уже взять эту руну. Там Бэтрайдер. Вот из-за того, что есть Чен, некому стакать лес Бэтрайдеру. Точнее, стакать-то можно, но Чен эти стаки фармит. И Бэтрайдер, ну, вообще, он не может никак расформиться. И ему негде будет резко бустануться там на 1500 пойти и быстро зафармить. И Даггер еще что-то. Или на 1000 даже может быть. Весь лес зафармлен. Весь лес не стакается. Весь лес стоит по одному спауну максимум. Это непонятно вообще, на какой минуте этот Даггер появится. Если еще Дэнди будет его так жестко прессовать, как он делает всю игру. Очень-очень печальная ситуация, может быть, для соло-мидера команды Alliance. Ну и он сам в этом виноват. Он очень много наотдавался. Ну, все-таки баланс соблюден. Сколько Дэнди уже проиграл этому паку мид. И в одной игре это было весьма фатально. И, в общем-то, СФО действовал очень-очень неплохо. Во второй игре на паке. Ну и теперь ему нужно затерпеть. Смотрим. Влетают. Очень-очень больно. Сейчас будет, но заходит со спины. Чен ультует. Не успевает раскастоваться пак. Ох, Чен пытается зацепить Дэнди. Получилось. Кентавр. Ну, стан он не успевает сделать. Только тест. Блаз залетает по лоде. Лода минус. Со своим медасом он вовсе не боец. Ульту он не потратил. Врывается хвост. Пока не врывается. Вот он прилетел. Маны нет у него. Стики заряжаются. Стики заряжаются. Хило дазла. Аки до последнего грызет Дандимона. Но дэмэджа не хватает. В итоге Аки должен умереть. Хвост. Ай-яй-яй. Хвост умер. Неужели у него нет пассивки? Да, ты посмотри. Дисперсию даже на единицу не изучил. Возьми ты эту дисперсию хотя бы на раз. Как это по дефолту делается. Сейчас бы Чен точно сидел в таверне. У Аки просто царь. Что ты скажешь? Снизу. Шикарно сейчас сыграл. Да, у Пупей приплыл. Кажется, он может попробовать как на развороте что-то скастовать. Получает 3 стака масел. Замедляет еще дополнительно. Ставит вортиксы и замедляет. Просто невероятно жестко. Куро на развороте. Ты посмотри, что они вытворяют. А из Бласса таки не попадает. 5 стаков масел. Это минус. И Сфора тоже добивает. Куро. Сула-суам. Что он фамильяров может вызвать? Нет. ПТ. Что-то там на интеллект подключил. Что-то как-то непонятно. У него было на самом деле 5 стиков. Был грейвчилл. Были фамильяры. Но он ничего не заюзал. Можно было хотя бы призвать фамильяров попытаться. Ну да ладно. В любом случае здесь получилось неплохо. Мидера убили. Потеряли 2 суппортов. Дэнди с ДД. У Аки еще нету Мекки. И Дэнди сейчас может неплохо его наказать. Смотрим. Нападение на Аки. Но у Аки есть на самом деле очень-очень много всего. Он кидает сетку. Здесь летит Кура. Кура со смоком. Совершенно не туда летит. Но нет. Дэнди слишком был бит. И решил не рисковать своим доминейтингом. Да. Конечно я смотрю на АС-4. У него все хуже и хуже ситуация. У него арты портом. У него ситуация вообще незавидная. Ни нейтралов пофармить. Ни на линии. Потому что Бэтрайдера. Бэтрайдер в чем хорош на харде? То что он там терпит, терпит, терпит. И потом на 9 минуте за счет нейтралов делает себе даггер. А тут примерно ситуация была. В миде практически был хардлайн. Ну тяжело ему было. Но в любом случае на 9 и на 10 минуте С-4 должен был получить свой даггер. Тут уже сыграл фактор Чена в команде. Который не позволяет ему это сделать. Ну печаль беда. Причем он продолжает этим заниматься. Продолжает. Ну вот так вот. Да, конечно, лейт потенциал нави остается таким же сильным. А вот ранняя агрессия альянсов оказывается не реализована. Если мы сейчас посмотрим по графикам. Кажется, что альянс проигрывает не так много. Так и есть. Они проигрывают не так много. Но они должны были вести. А они проигрывают. Ой-ой-ой. Пичко, пичко вешает на себя Грейф и ТПА. Но тут хвост скилл сделать не может. А тем временем на топе. Фамильяров разваливают. Я так понимаю, убили еще визажа. Да, визажа убили. Он очень жадно сыграл. Просто бэтрайдер включил фаерфлай. Убил его. И лунат, между прочим. Луны топовые нетворс. Вот так вот лода реализовывает свой медас. Да, действительно. Хотя, казалось бы, он уже разок умер. У хвоста же. А, нет. У хвоста тоже есть односмерть. Да, конечно. Там великолепные Чен, Атаки. Но в очередной раз. Как он много выжимает из этого героя? Безусловно, там можно говорить о ошибке хвоста, что он не вкачал дисперсию, что могли... Ну, единственное, что бы сделал хвост, как минимум, просто получил фраг с этой дисперсией. То есть, как бы нельзя говорить, что это была такая прям уж ошибка. Ну да. Аки в любом случае сыграл как царь, да. Аки здесь царь, но, конечно, когда ты играешь вот так у Ченом, и тебе не дают ничего пушить абсолютно. И на 12-й минуте у тебя нет Меки. Хотя левел достаточно неплохой. Смотрим, набегают на Луну. Ой-ой-ой, здесь кажется очень много крипов у Чена. Не очень хочется врываться на этих крипов. Дэнди идет дальше. Дэнди. Какой Dreamcoil! Дэнди дает рассказ. Чен сразу все это дело отхиливает Луну, отправляет на базу. Это может очень плохо закончиться. Нет, нет. Все очень здорово сыграл Аки. Опять ультом своим... Ну, во-первых, очень здорово изначально находились в позиции. Крипы Чена, сам Чен. Такой был байт. Мог еще Кентавр пострадать. Попадил на пару станов. С другой стороны, отлично сыграл Дэнди. Но опять Аки его нейтрализует. И, в общем-то, альянсы пока что держатся более или менее. Ну, не могут они ничего спушить. И, конечно, вот с этим Кентавром уже тяжело. Тысяча хп магии его попробуй пробей. Что у ИСФО? У ИСФО, да, просто 800 монет. Он так далек от Даггера. Ой-ой-ой, Фаника могут схватить. Фаник, Фаник, его хватают. И есть Кентавр. Встанет Кентавр. Немного рановато, но урон просто колоссальный. И ТЭС улетает на огромный уровень. И тем временем на базе Даззл умирает от из бласта. Вот так вот. Повесил он себя Грейв, улетел с телепорта, а у Пупе есть план. Да, Пупе очень здорово сыграла. Сейчас Нави могут спушить вышку. На самом деле, если никто из альянсов не попытается ничего сделать, но есть фортификация, могут. Вот они вполне имеют шансы задать, что-то там есть. Строго есть только у Батрайдера, и всё. Только один Батрайдер имеет скролл. Ну и как-то хвост стесняется. Но тут очень удачно подошли крипы. Тоже вот так вот получать тычки от Тауэра, рисковать хвост. Не знаешь, что там есть скролл только у одного лишь Батрайдера? Да, да, да. Это может быть очень неприятно. Батрайдер вот прилетает, начинает ковырять вышку, попробует... То есть сейчас заданаясь. Да, урон просто колоссальный у Батрайдера. Такая жесть. Сколько он ещё ковырять её будет? Сейчас ещё кинет баночку. Ай-яй-яй, баллиста чуть-чуть подвела. Да, Батрайдер... Батрайдер даже не пытался на морозе подойти за Ласт Хитит, испугался. Ну и лучше, конечно, играть более сейвово. А из Бласт у нас... Во что там залетел? Ни во что. Ни во что не залетел Ласт Бласт. Скелет, по-моему, родного. Да, это печально. Скелет просто... Был растоптан скелетон Вориор. Вот этот вот интересный достаточно персонаж в Доте. А другой остался жить. Понимаешь, как ему тяжело теперь на душе. Его друга только что. Одинок. Одинок. Ну, безусловно, слабыми местами команды Alliance являются Дазл и Батрайдер. У них просто ничего нет. У Дазла совсем ничего нет. У Батрайдера что-то есть, но у него должно было быть больше. Медведь потихонечку что-то выфармивает. У Лоды также дела не так уж и плохи. Он фармит и достаточно неплохо фармит. Аки зафармил себе Мекку и это для него уже достаточно хорошо. А щелет, конечно, у Альянс, по-моему, жестче в разы. Все-таки Луна плюс Лондруид, одна Спектра она не вывезет. Ну да. Здесь ведь не просто как у Альянсов было, где Спектра и Дум. Здесь есть Визаж, здесь есть Спектра, но нету Дума, есть Кентавр. И, в принципе, в лейте могут вполне пободаться, ну и поэтому, наверное, настолько спокойно играют. Никуда не ломится Альянс, не пытаются там снести все ТВРа. Да, и не забываем о том, что у Спектры еще и Нетворс пониже будет, чем у Луны. И потенциал к фарму. Правда, тут Эншентов Медведь ворует. И Хороший Мишка. Сейчас, если бы стаклить для Луны, тогда там Лода был бы упакован, ого-го. Ну тогда Медведь был бы полностью распакован, наверное. Да, да. Лучше уж так, потому что... Была... Нужно делиться. Была такая манера игры, тогда еще, ну, Тайт Хантер, когда играл Этерна Ленви, когда он стаклил все, что только мог, и при этом вообще сам ничего не фармил. Но это как бы уже все в прошлом. Смотрим. Кстати, у Бэтрайдера тем временем 1900. И на самом деле Даггер получается, ну, я думаю, что на 20-й минуте у него даже не будет. Но вот сейчас ему буквально выжать чуть-чуть совсем, и Даггер действительно будет. Смотрим. Ну, какой-нибудь Бон Севен сейчас смотрит на этого Бэтрайдера, и ему не очень хорошо. Потому что вот Бон Севен бы показал, как надо играть Бэтрайдером. Тот выкручивается вообще в любой ситуации. Что ни делай, тот знает. Практически вот... Даже вот с таким Мидом. Ну, опять же, не будем забывать про Чена. Все-таки он свою роль тоже сыграл. Это не его фишки вот эти вот... Ну, этот по-любому. Клауд 9 вместо Даггера покупка тревелов и полет куда-то на тревелах, там, с убийством этого героя. Кстати говоря, у нас еще и Лода с крипом, который находится на Эншентах. Правда, что он здесь делает, непонятно. Он дежурит. Он как бы изначально собирался стакать, а потом поняли, что они фармят просто вот эти вот все точки, линию, когда она доталкивается до верха, и Эншентах. То есть это самые, так скажем, более-менее сейвовые позиции, где можно фармить не напрягаясь. И как мы уже говорили, лейт у Альянс сильнее, поэтому Альянсы ждут действий от Нави. Пусть спектра фармит, черт с ней, потому что Луна в любом случае в лейте посильнее будет, и ее ГПМ гораздо выше. Ну, даже не знаю, все-таки Operation весьма пугающая такая штука, которая может решить всю абсолютную игру. Рошан, ой-ой-ой, второй Рошан, и опять его ведут забирать Альянсы. Есть ли ульта у Operation? У Operation 15 секунд, они знают, что у аппарата нет ульты, он куда-то только что кидал, но аппарат выходит, начинает биться с тролем, его могут подцепить. Видят сейчас, что на Рошане нет ульты, все еще у аппарата буквально чуть-чуть остается, спектра дает ультимейт. Рошана не отдадут, Дэнди на врыве, ульт, пошел, пошел ульт, это Парышный кентавр какой-то! О, какой сласпани! Как он ворвался! Ничего не успевает сделать Альянс. Уходит лоу-хпшный, нет, никуда не уходит, хвост убивает. ЕГМа, и тут у нас Адмирал Бульдог, единственный живой, смотрит на то, как убивают Рошана. Боже, какая шикарная игра сейчас была от Фаника, но Фаник в своем стиле, вот это забежать и просто решить исход драки, это Фаник, забирает Аегис. Без даггера, просто забежал, прискакал. Причем, как здорово, там никто вообще не успел ему ничего абсолютно сделать. Забежал, застанил всех под ультом Апарэйшена, который оттикал в последние секунды. Рошан становится для Альянса таким камнем преткновения. Они сейчас очень многое отдали Нави, и у Спектры фактически готов Радианс. Да, и это уже совсем другая дота, потому что в данный момент, при всем том, что у Луны там Нетворс, кстати, у Луны уже Нетворс ниже, но даже если бы он был выше, она все равно на фоне Спектры сейчас смотрится очень тухленько, потому что Радианс появился очень быстрый фейз, Вангуард и Радианс. Минус, С4, с ульта, великолепная игра Пупей, он опять вот то, чего не хватало и Джему в первой игре. Он просто не мог раскидываться этими ультами настолько классно. Пупей же просто, его ультимейты становятся настоящей занозой. В очередной раз умирает Бэтрайдер, у которого уже 8 смертей. Из 17 смертей команды Альянс 8 на счету Бэтрайдера. Это рекорд, чтобы соло-мидер умирал, ну, как половина команды. Это опять тревожный звонок для того, чтобы Лода вновь сел на пике, потому что вот С4 опять не доигрывает. Не то, чтобы не доигрывает, мы все видели, какова была у него ситуация, но в любом случае С4 игрок такого уровня, что крипов своим лассо он цеплять не должен, конечно. Ну, я думаю, здесь больше, может быть, сказал усталость. К тому же бывают отдельно взятые неудачные игры. Ой, Кентавр врывается в Бульдог, ультует. Ну, что-то как-то... А, Сфиктрас Радиансом? Врыв. Бульдог все-таки ушел. Пытаются забрать теперь С4, и С4 точно никуда не уйдет. Даггер ему завезут. Нет, а тут прилетает кто-то на помощь. ЕГМ тоже минус. И в живых остается Аки, которого, может быть, даже попытаются отогнать. Прыгает Фаник, но немного не в ту сторону. Аки... Маны нет на Меку. Да, но здесь очень тяжелая ситуация у Фаника. Он сейчас будет встанить. Замах не успевает застанить. Фаника убивает вышку, но у него Аегис, это минус Чен. И это фактически... Фаник предыдущим своим врывом заслужил Аегис. Я даже, кстати, не обратил внимания, что Аегис именно у него. Да, он забрал так, не церемонис, просто на Рошане. Да и, в общем-то, правильно. Он действительно врывается очень-очень агрессивно. Спектра же просто своими иллюзиями казнит. Ну, Нави... Лода. Ой-ой-ой, опять... Ну, сочком-то с Брилода, с Яшей, там, 400 МС. Кентавр, ты посмотри, какая наглость. Просто зарезали Лоду под Т2 Тауэром. Я даже не думаю, что это наглость. Скорее, просто очень-очень крутая игра. Байбэк от Лоды. Мы видим, у Кентавра большие проблемы. Мы смогли убить Мишку. Кентавра не могут догнать. Кентавр отрегенивается. Ему кидают урну. И сейчас... Сейчас будет, мне кажется, разворот от Нави. Хотя нет, слишком мало маны. Могли бы, безусловно, развернуться. Кентавр еще хочет уплотняться больше. Покупает еще кольцо. Ну, в общем-то, правильно. Что мне нравится, это вот то, что Дэнди делает. Он максит Дагон. То есть, ну, это все-таки не тот уровень, где стоят эти Дагоны максить. Хекс на паке это очень важный айтем. Как бы это ни аукнулось сейчас. Да, я согласен, что Хекс действительно нужен. Но, в принципе, ситуация такая, что ни у кого БКБ пока что нет. И это очень-очень неплохо. Смотрим. На Хвоста выходит. Знает, где он находится. Да, Хвоста проблема. Он кидает сразу Даггер. Уходит ульт Кентавра. Минус Куроку. У Хвоста, конечно, реакция. Сразу видно, это Керри. В прошлом, в былые времена, когда вот эта Спектра, она боялась всего и вся. Пыталась фармить. А тиммейда там как-то дефили. И вот осталась еще реакция у Хвоста с тех времен. Моментом просто ушел. Даггер в лес и до свидания. Туда, где меня никто не достанет, меня никто не догонит. Ну, в общем-то, все правильно. И Фаник очень тоже быстро среагировал. Альянсы пытаются что-то сделать, но это выглядит такими крохами. Каждый раз, когда начинается какая-то драка, они просто разваливаются. И сейчас, скорее, стратегическое отступление. Какой ульт от Купея? Очередной ультимейт Оперейшена. И ломают вышку в миде. Нави. И ломают вышку на топе. Альянсы идут просто... Ну, они понимают, что им нужно как-то заставить Нави подраться неудачно. Может быть, убить их. И в этом их шанс. Но, мне кажется, сейчас Нави просто подождут всех своих сполов. Спектра с ультимейтом прилетит. Пак ворвется. И еще и с бейбэком Спектра. Ну, тут да, тут просто жесть. Пак, ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дэнди, 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 Эклипс минус Дэнди. Очень быстро умирает. Есть ли байбэк? Пошла ульта. Хвост. Очень битый хвост. Крюст Фоник! Фоник ворвался. Но здесь уже Лоду ничего не спасет. Нави разваливают. Даже при том, что в Дэнди, ну, нереально жестко лопухнулся. Он вообще ничего не заюзал. Прыгнул с даггером. Мы такое видели в одной из игр от С4, когда он там тоже прыгнул под БКБ. По-моему, это было в первой карте как раз-таки. Вот здесь вот прыгал, где была Урса и Люкан. Прыгнул с Фор. Ничего не сделал. И умудрились Альянса еще как-то отбиться. Сейчас примерно та же была ситуация. Но здесь не то, чтобы умудрились отбиться, а просто в Салатину развалили. Фоник просто наносит слишком большой урон. Вот этот Кентавр смотрится очень мощно. И вот этот герой, по-моему, который Нави как раз-таки не проиграл. Он был в первой, во второй карте, его не было, насколько я помню, в третьей. И, в общем-то, Кентавр. В четвертой его тоже не было. Спичуют они здесь как-то с Фора? А, может быть, видели по вардам, медведь покупает башен. Ну, это все такие просто... Ой-ой-ой, Че, нульц, боже мой, Фаник. Ancient Operation 3000, ему 200 голды и будет Аганим. Я думаю, он собирался изначально Форс покупать, но... После того, как ему столько денег отсыпало, по-моему, тут уже сам Бог велел Аганим брать. Дэнди. Дракс из Фо. Ну, слишком много. Ой-ой-ой, улетает, на него не кликнуть. Ну, это, это чит. Арба! Ишь попадет! Ааа, последним пикселем! Это просто невероятно. Но это не сильно влияет, потому что в этот момент умирает Даззл. И Na'Vi просто продолжают нарезать. У спектры появляется диффуз. Это значит, что иллюзии будут бить еще больнее. Альянс в своем стиле. Они не пишут ГГ. Напомню, что Альянс являются чемпионами Dota 2 Champions League прошлого сезона. Они защищают свой титул. Но сейчас Na'Vi как никогда близки к тому, чтобы его отобрать. Но вообще могу я сказать, что с такой игрой, которую они сегодня показали, ну, их будет нереально трудно остановить. Вопрос в том, что немаловероятно, что для как раз-таки Na'Vi Альянс являлись настолько принципиальным соперником, что могут они просто перегореть. Айс Блосс, Кентавр скастовывается. Но даже дебаф, даже дебаф не зацепил луну. Спектра. Нет, Спектра не приходит. Нет, приходит Спектра, только она приходит на топ. На Бетрайдера. Я даже тоже как-то не особо заметил этот момент, но у нас S4 сегодня находит приключения 1.10. Ну что, вот так вот. Очень-очень мне это напомнило финал Интернешнл, на самом деле. Просто там Альянс начинали со счета 1.0. И здесь все потом уже сценарий развивалось, только со счета 0.0, и поэтому... Так, у нас начинается драка без Дэнди, кстати говоря, но и S4 тоже нет. Бульдог повесили на него Грейв, отправляют на базу, выживает. Из бласты на нем не было, к сожалению. Просто забирает АРА, из бласт полетел. Бульдог, ребят, куда бежать? Ну да, он видел. Судя по всему, увидели, там иногда видно на миникарте, или даже всегда видно, здесь формика. Нет, это как замахивается, потому что Пупе даже не стал убегать. Аганимчик, ооо, ребята. Это все, здесь уже слишком большие, слишком сильные артефакты. У Луны все еще нету БКБ. Неужели это БКБ летит? БКБ летит к Луне, но одна Луна без урона, погоды, скорее всего, не сделает. И Нави должны заходить на Рошана. Ооо, на Хайграунд, либо на Рошана. Рошана еще нету, минут 45 до него. Я думаю, что Нави могут закончить и без Рошана, с таким преимуществом. Там наверняка перефарм, да, в 15 тысяч, и в 25 тысяч по экспе. Ну, для того, чтобы закончить, Нави сейчас должны вне базы найти Альянс, либо Альянс найти Нави. И вот если получится провести хороший файт, тогда заходить на ХГ. А вот в тупую зайти на ХГ будет очень сложно. Потому что пуш потенциал, кстати, у Нави тоже такой себе. Так, тут Дэнди у нас поймала Сфора. Полетелась в бласт. И если он попадет... А он попадает, но попадает только в одного героя. Сфор тут уже 100% не жилец, его ничего не спасет. ЕГМ отступает. Луна подрубает БКП, а клип сверху. Получается убить Ахе. Отмечает ЕГМ. Хвост там помансовал немного. И на развороте начинает нарезать одного с другим. ГГ пишет Альянс. И Нату с Винцером все-таки выигрывают. Нави выигрывают. Эль Классика. Великолепной игре. Я думаю, что все абсолютно довольны, кто сегодня пришел посмотреть эту доту. У нас матч начался гораздо раньше, чем обычно. В 19.30 по Москве. Но закончился он аж в полночь. Сумасшедшие битвы показали команды. Ну и Альянс мы увидим в матче за третье место. Не знаю пока против кого. Возможно повторение финала прошлого сезона в матче за третье место. Если Эмпайр одолеет Клауд Найн. У нас два финалиста будут биться как раз-таки за третье место. Ну и второй полуфинал, напоминаю, намечен на 30 число. На 22.15. Будем все обязательно его ждать. Следите за дота 2 чемпионс лигой. А мы с вами будем прощаться. Да, всем удачи, ребят. Не болейте. Всем пока. До скорых встреч на дота 2 чемпионс лиге. Продолжение следует...